Поговорим с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Она присоединяется к нашему эфиру. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вот в Европе обсуждают введение санкций в связи со смертью Навального. Накануне и президент США заявил, что также рассматривает возможность введения новых ограничений против России. Как думаете, это будет достаточным ответом Запада на смерть политика? И что, по-вашему, должно быть в этих санкциях? Вы знаете, безусловно, санкций недостаточно. И, собственно, последние два года показали их крайне низкую эффективность. И очень уже сразу, наверное, в первый же день после гибели, убийства Алексея Навального, многими политиками была высказана, я думаю, что очень здравая мысль, что единственным действенным способом, который мог бы повлиять и на Путина, и на Россию, было бы резкое увеличение поставок оружия в Украину. Резкое увеличение помощи Украине и, собственно, всяческое способствование победы Украины над Путиным, над режимом Путина. Это и будет, вообще, на самом деле, лучший ответ, лучшие санкции на смерть Навального. Мать Навального сегодня записала видеообращение к Путину. Она требует немедленно выдать тело Алексея, чтобы похоронить по-человечески. Еще вчера вечером российское следствие заявило, что не будет отдавать тело Навального родственникам еще две недели из-за каких-то там химических экспертиз. И в то же время судмедэксперт Ольга Фатеева заявила, что органы следствия иногда годами не разрешают выдачу тела, а отравление можно даже не распознать при вскрытии. Получается, что следствие прячет тело, чтобы скрыть улики? Ну, вы знаете, конечно, мы с вами видим сейчас такую материнскую библейскую трагедию, видимо, которая называется Пьета. Невозможно себе представить, что чувствует мать, которая не дает тело сына. Если бы никаких криминальных причин смерти Алексея Навального не было бы в природе, тело давно бы уже выдали. Ну, это, собственно, лишний раз подтверждает криминальный характер убийства Алексея Навального в тюрьме по приказу Владимира Путина. И я думаю, что здесь перед властями стоит сразу несколько проблем. Ну, как перед властями? Пусть он сказал убить. Он же не вмешивается в... А если спросят, то скажите так. А если вот это спросят, скажите так, да убейте все, дальше сами крутитесь. Две проблемы. Проблема, что делать с причиной смерти, как ее прятать. И второе – похороны. В любом случае похороны Навального, конечно, в любом случае превратятся в мощную акцию. Да, естественно. Да, естественно. В принципе, похороны великих людей, а Навальный, конечно же, в пантеоне российских героев, куда он вошел давно, превратятся в антивоенную, антипутинскую, конечно, акцию, безусловно. Власти не хотят ни того, ни другого. Поэтому я здесь согласна с адвокатами, в частности, с Карином и Скаленко, которые говорят, что нужно требовать прежде всего допуска медицинских экспертов, или адвокатов, или тех и других со стороны Навального. Участвовать в экспертизе, участвовать во вскрытии, не отдающие тело, хорошо, имеют право, и никто не может запретить стороне Навального участвовать в обследовании. Просто присутствовать там. Я думаю, что это тоже не будет сделано. И говорить о том, что это незаконно, ну как-то даже глупо. Все, что происходит в России, с Россией, в общем-то, не имеет никакого отношения к праву. И мы как-то все к этому привыкли, что это не имеет отношения к праву. Но перед нами мать, которая просит выдать тело сына. И смотреть на это, думать об этом очень тяжело, конечно. Да, я думаю, многие матери ее понимают. Но, тем не менее, по-вашему, вы думаете, что даже до псевдовыборов дотянут? И не отдадут тело даже до того времени? Я думаю, дотянуты дольше. Я думаю, дотянуты дольше, пока они не придумают, что вообще с этим делать. Как избежать похорон и как избежать освидетельствования. Через три дня после смерти Навального в колонии Путин повысил в звании первого зама главы ФСИН РФ Валерия Бояренева до генерал-полковника. Правозащитники его называют куратором пыточных. Кроме того, под его кураторством запытали до смерти сотни украинских пленных. Кроме повышения Бояренева, диктатор Путин внезапно наградил и четырех чиновников ФСИНа. За что вот повысили и наградили? Вы знаете, Путин очень давно рассматривает ФСИН как свою собственную кладовку, где он ставит разнообразные эксперименты. Ведь очень легко, например, очень легко, очень легко провести реформу пенсиарной системы. Российская пенсиарная система корнями уходит в XIX век в Южную Африку. Она не наследует царской каторги. И меня все время занимал вопрос, потому что мы без конца писали концепты, я продолжаю писать. Пенсиарная реформа в России. Да, судебная реформа сложная, полицейская реформа сложная, реформа силовых структур сложная. А реформа пенсиарная не сложная. Почему так Путин за нее цепляется? И сначала была масштабная агрессия России в Украине. Стало понятно почему. Почему? Потому что он делал из этой системы резервуар для пополнения пушечного мяса. Он готовил это заранее. Потому что все скандалы, связанные с пытками во ФСИН, бесчисленные, многочисленные скандалы. Даже один раз, когда осенью 2018 года, после очередного скандала, Матвиенко с очень высокой трибуны сказала, что необходимо реформировать ФСИН, Путин ее отдернул, очень жестко отдернул, сказал, что ФСИН прекрасно, совершенно прекрасно, замечательно. И потом еще несколько раз выступал по этому поводу, говоря, что никакие изменения во ФСИН в российском не нужны. Прекрасная система. И сейчас он подтверждает это еще раз. нагло, глумливо, с улыбкой, что вот, да, он берет самых страшных крокодилов и награждает их, и понятно, за что. За гибель Навального, за создание условий, невыносимых с жизнью. Он их награждает, потому что ему так нужно. Они делают так, как ему нужно. И он не стесняется, давно не стесняется. Награда за выполнение приказа, получается? Да, награда нашла героев. И вот они, вот это люди, которые исполняли указания Путина. Вот они, они поименованы. Ну и, конечно, еще, я думаю, надо будет смотреть награждение в ФСБ, потому что, конечно, в СИН здесь ведомство такого царя Гороха. Они, что приказано, то и делают. Но более тонкие исполнители, конечно, работают в ФСБ. После смерти Навального многие россияне в его память несли цветы к памятникам или к стихийным мемориалам, и были сотни задержанных, арестованных. Вот один из случаев в Сургуте. Там силовики назвали фашистом и избили Бакыта Карбаева. Задержали его возле памятника, когда как раз он хотел возложить цветы в память о Навальном. Ему угрожали пистолетом, отобрали телефон, избили. За эти дни много подобных случаев было? Да, вы знаете, много. Более 400 задержанных на этих акциях просто с вложениями цветов. Очень много в Питере задержанных, и там тоже очень жестокие задержания. Собственно, на выходе из дома был задержан священник Григорий Михнов Войтенко, который собирался провести поминальную службу по Алексею Навальному. И был сначала арестован, а потом госпитализирован с инсультом. И мы видим уже задержание и уже выдворение в СИЗО за то, что люди выходили и писали «Путин убийца». У нас уже есть уголовные дела, и люди обвинены в дискредитации и так далее. И это уголовные дела. И вы знаете, когда ты думаешь о том, сколько смелых, честных, порядочных людей осталось в России, которые, несмотря ни на что, не смотря ни на что выходят к памятнику Тараса Шевченко, Леси Украинки, которые выходят сейчас в память Навального, как-то не приходят в голову, да, их много. Но людей, которых скручивают, улюлюкают им вслед, травят в соцсетях гораздо больше. Гораздо больше. И кто из них народ? Ну, мне кажется, ответ очевидный. По поводу акции накануне партия «Гражданская инициатива» подала заявку на проведение марша памяти Немцова и Навального именно в Москве. Шествие хотят провести 2 марта, и заявленное количество участников до 50 тысяч человек. Есть ли шанс, что марш таки разрешат провести? Кто-то хорошо сказал в соцсетях, кто-то, в общем, из людей не очень известных, что если разрешат марш, я поверю в НЛО. Но вы знаете, такой марш на сегодняшний день разрешили в Барнауле. Это Алтайский край. Посмотрим. Но это Москва, а не Барнаул. Да, и Барнаул тоже, в общем, удивительное совершенно. Я думаю, конечно, ничего не получится, это более чем наивная попытка. Но вот такие попытки, вы знаете, они хоть и вызывают большой скепсис, знаете, вы полагаете, все это будет носиться, но я полагаю, что все это следует шить. Все равно следует пытаться, пытаться это делать. Совершенно понятно, что в России власть не сменится мирным путем. Это понятно. Не сменится в результате выборов, не сменится в результате митингов и мирных демонстраций. Это не означает, что их не надо проводить. Но вот если марш не разрешат, по-вашему, люди все же выйдут 2 марта? Или побоятся новых арестов? Ну, вы знаете, если люди побоятся новых арестов, они, скорее всего, побоятся новых арестов, трудно их в этом попрекать или обвинять, поскольку, дальше мы возвращаемся к вашему предыдущему вопросу, иначе они попадут в тюрьму, а в тюрьме вот этот самый Бояринев. Тем временем учащихся частных школ и вузов обяжут вступать в пионеру, в пионерию Путина. Вот там будут искать поддержку для диктатора. Глава комитета Госдумы по молодежной политике, Единоросс Артем Метелев заявил, что частные учебные заведения должны привлекать детей и подростков к движению первых. Он назвал это огромной аудиторией. Для чего нужна такая огромная аудитория? Ну, знаете, конечно, для производства пушечного мяса, безусловно. Когда спрашивают, а зачем же наемники, вагнеровцы или там какие-нибудь прочие ветераны ходят в школы, к подросткам, к детям, в детский сад, время бежит очень быстро. И сегодняшние подростки — это завтрашнее пушечное мясо. Поэтому работа с детьми, работа с подростками, она усиливается и проходит непрерывно. И, собственно, я думаю, что в том числе из-за этого происходит преследование ЛГБТ, преследование нетрадиционных семей, поскольку, вы видите, главной обязанностью подданных Путина является, собственно, воспроизводство. Такое прогрессивное воспроизводство. Воспроизводство и поменьше думать, поменьше читать, поменьше смотреть, поменьше образование, материнский капитал, все что угодно, только платить и размножать, потому что Путину нужно пушечное мясо. Оно нужно ему не только сегодня, оно будет нужно ему завтра. Судя по всему. Еще одна работа со студентами. Студентов Сибирского университета геосистемы технологий заманивают проголосовать на псевдовыборах бесплатным обедом в столовой. Мол, на выходе из участка дадут талон на обед, там еще и кураторов за каждой группой закрепили, чтобы контролировали, чтобы студенты голосовали. Вопрос, чтобы за Путина проголосовали? И вообще, как можете прокомментировать такую информацию? Ну, знаете, я думаю, что вот этот вот бесплатный обед, он не только за явку, потому что явка вообще мало кого интересует, а, конечно, за результаты. Я думаю, что к этой явке прибавляется ласковая просьба сфотографировать бюллетень, что именно там написано. Потому что, конечно, нормальный студент, нормальный человек видит такое отношение, да, и, естественно, принуждение к голосованию, пойдет в кабинку для голосования и поступит с бюллетенем так, как ему захочется. Напишет, что он думает про войну, или напишет кандидата Навального, или напишет то, что он хочет, не будет ставить галочку за Путина. Но я думаю, что это будет недостаточно, что будет все-таки этот талончик на обед выдан не только после голосования, а при фотографировании бюллетеней. Но надеюсь, что талончик на питание, вещь, конечно, хорошая, но для, я надеюсь, для большинства людей совести дороже. Ну да, голос за еду не будут продавать, мы тоже на это надеемся. Ольга, сегодня 10-е годовщина начала российского вооруженного вторжения в Украину, на начало российско-украинской войны. Как за эти 10 лет изменилась Россия и жизнь обычного россиянина? Ну, вы знаете, это, конечно, другая страна, совсем другая страна. Именно начало войны, присоединение, аннексия, аннексия Крыма и огромный такой патриотический подъем. Русская весна, Крым наш, сыграли с Россией очень злую шутку. Очень злую. Кто бы мог представить себе тогда, что все это выльется в такую кровь, в такую войну, в такое количество жертв, которые, конечно, Россия пока не осознает. Никак не осознает. А самое-то главное, что да, это та самая точка, вот та самая точка бифуркации, или как угодно ее назовите, та самая историческая точка, та самая историческая метка, с которой уже нельзя было повернуть назад. Понимаете, вот до этого дня можно было бы говорить о том, что ну да, Путин не самый лучший президент, но тем не менее, может быть какие-то возможные изменения постепенные, там, бархатная революция, смена власти, трансфер власти и так далее. А после этого, собственно, назад дороги не было. Назад дороги не было. Стало понятно, что все летит в Тар-Тарары, все летит в кровавую пропасть. Ну как оно сейчас и летит? Увеличивающиеся темпами, но главное, что в эту воронку затягивает не только соседей, но и страны дальнего зарубежья. Мы же видим, сколько наемников из Непала, да, воюют сейчас в окопах на украинской земле. Сюда входят все больше и больше стран, вооружений, Европа, Америка, то есть весь мир уже, большая часть мира участвует так или иначе в этой войне, которой, конечно, в любую секунду грозит перейти в Третью мировую, кабы, это уже не она. И мы с вами последние два года вполне серьезно говорим об угрозе ядерных бомб уже над над городами Европы и, возможно, Украинам, Украина, Европа. И это все случилось, началось тогда, в этот день, 10 лет назад. Да, началось с аннексии украинского Крыма. Ну вот, а как на жизни россиянина, я имею в виду, изоляция от Запада, репрессии те же, как изменить? Нет, мы просто потеряли Россию, мы Россию-то потеряли, поскольку, ну, вот, жить с народом, а большинство поддерживает Путина, как бы себя не, как бы себя не утешать, что это такие опросы, да это такое вот голосование. Нет. Большинство людей поддерживает вот эту кровавую фарш. Извините, пожалуйста. Но это влияние пропаганды, вот, может быть, те кремлевские нарративы, которые через телевизор, возможно, это влияет на россиян, на то, что они не понимают тех последствий, которые их ждут в будущем? Конечно, не понимают, конечно, да. но это не означает, что их можно оправдывать за это. Это самое главное. Россия начала вербовать даже на войну женщин в тюрьмах. Им предлагают стать штурмовиками или снайперами. Об этом пишет издание «Важные истории». Минобороны обещают им контракт на год, потом помилование. О чем говорит такая вербовка? Мы говорили сегодня о том, что и со студентами проводят работу, вот, теперь за женщин в тюрьмах взялись. Почему так? Женщин вербуют уже больше года. Пока в колониях на центральной части России, очень много в Рейнградской области, в Нечерноземье, в Черноземье женщины хотят идти воевать. Если мужчины идут за свободой, то женщины, лишенные в зонах альтернативной информации, потому что у мужчин есть телефоны, у них есть интернет, у женщин этого нет, они такие, ну, абсолютно чистый продукт пропаганды, вот как есть. Они реально хотят отдать жизнь за Путина, вот за эти вот ценности, которые мы их пичкают из телевизора. Которые не являются никакими ценностями. Они реально хотят умереть ради Путина, в основном в большинстве свое. Ольга, еще вот пока одних женщин, скажем так, вербуют, другие пытаются вернуть своих мужей из войны. Жены мобилизованных анонсировали акцию ко второй годовщине войны. Путь домой призывает приехать в Москву 24 февраля и в 12.00 возложить цветы к вечному огню в Александровском саду. Вот цитата из сообщения. Упертое нежелание нас слушать вызывает только ярость и эскалацию конфликта. Нам наплевать, как эта проблема будет решена, но мы продолжим выходить, продолжим говорить неудобную правду, продолжим делать все, что потребуется, чтобы про нас невозможно было забыть. По-вашему, это может стать действительно массовой акцией? Ну какая такая неудобная правда? Ну какая такая неудобная правда несется из этих прелестных головок? Да пока никакая. Неудобная правда для них это то, что у них мужья на войне и они соскучились. Все-таки пока речь не идет о том, что эти женщины назовут виновника войны, что они назовут войну войной, что они в конце концов это очень долгое политическое созревание, это очень наивные пока движения, это очень пугливые женщины. Их наверное очень легко будет и подкупить, и это делается, заткнуть, но пока не выходит, это уже хорошо. Любой протест, даже такой наивный, даже такой беззубый, им самим кажется их действия в высшей степени героическими, для них конечно да. Хотя пока их мужья воюют, их не тронут, хотя бы для того, чтобы их мужья не повернули оружие против командиров, да, такое может быть. Хотя от их мужей вообще мы не слышим ничего такого, типа вот, да, жена, молодец, вот, давай, вот, вперед, я за тебя, мы такой поддержки не слышим. Очень хорошо, что они выбрали дату 24 февраля, то есть это уже говорит о том, что очень медленно они созревают, эта зрелость происходит, что именно дата начала войны, они ее помнят, масштабной войны, и они начинают связывать постепенно свои несчастья с собственно с политикой Путина, с режимом и так далее. Уже хорошо, что они начинают это делать, но их мало, происходит это медленно, и в основном поддержки у них нет, поскольку особенно в регионах вот эти выплаты мобилизованным контрактникам это колоссальные деньги, деньги колоссальные и никогда в провинции не виданы, поэтому большой поддержки у этих женщин не будет.